МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правда, лицензиар здесь другой. Две технологические установки объединят в единый комплекс. Соответственно, удвоится и мощность производства полиэтилена до рекордных показателей. Также в рамках встречи партнеры обсудили вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества с американскими партнерами в нефтегазовой сфере. Данный завод будет реализован на свободноэкономической зоне. Из сырья тенгизского газа будет производиться вначале этилен и потом полиэтилен. Данный проект будет спроектирован американской компанией «Шифрон Филлипс», как я уже говорил, и будет являться одним из крупнейших в мире. Мощность данного завода составит 1 250 000 тонн полиэтилена, что будет составлять более 1% от всего мирового производства полиэтилена. Поэтому сегодня очень важный день для нас. И я хотел бы отметить, что скорейшая реализация данного проекта, она, конечно же, станет большим толчком в развитии газохимического отрасли Казахстана. В области Абай все больше желающих развивать свой бизнес. Только в этом году такой возможностью воспользовались около 6 тысяч человек. Всего в регионе действует свыше 46 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Большинство из них направлены на развитие животноводства, торговли и сферы услуг. Развивать предпринимательство помогают государственные льготы и гранты. Заявку на новый бизнес-идеи в этом году подали уже свыше 300 человек. По итогам 10 месяцев наблюдается положительный рост разных показателей. К примеру, обрабатывающая промышленность составляет сегодня 950 миллиардов. По итогам 10 месяцев, что показывает рост 29%. До конца квартала 2023 года нами будет реализовано три проекта, очень крупных, сумму 19 миллиардов тенге с созданием рабочих мест. Борьба с браконьерством красной икры ведется на Камчатке. В регионе с недавних пор действует ограничение на вывоз деликатеса для авиапассажиров. В аэропорту ввели специальную пропускную систему. Не больше 10 килограммов лососевой икры на человека. Таковы новые правила. Пропускная система Камчатского аэропорта работает теперь так. На чемодане без банок с деликатесом наклеено зеленое. Если в сумке допустимый объем желтая, все, что выше нормы, маркируют красной. А уже владельцам такого багажа предстоит объяснить, откуда у них столько икры. Ограничения действуют с 1 ноября. Пока в качестве эксперимента это своего рода один из механизмов регулирования перевозок красной икры именно непромышленного изготовления. Делается это, чтобы деликатесы не вывозили массово на продажу под видом гостинцев для друзей и родственников. Естественно, это очень значительно сократило тот объем, который вывозился. Во-первых, стало невозможно вывезти на одного человека 200-300 килограмм. Мы понимаем, что не вся она, конечно же, незаконно добытая. Но вместе с тем подобными воротами воздушными пользовались, в том числе и дельцы, которые на этом прилично зарабатывали. С выше 14 тысяч баррелей нефти вылилось в водоем штата Канзас, США. Разлив произошел на одном из крупнейших американских нефтепроводов «Кейтстоун». Причина произошедшего устанавливается. В ликвидации последствий задействованы больше 100 человек. Агентство по охране окружающей среды США заявило, что нефтепродукты не попали в колодцы с питьевой водой. Отметим, это крупнейший разлив нефти в США за последние 9 лет. В 2013-м в результате аварии на нефтепроводе Тассера в штате Северная Дакота вылилось 20 тысяч баррелей нефти. Коррупционный скандал в Европейском парламенте. В Бельгии задержан вице-президент главного законодательного органа Евросоюза Евы Кайли и еще четыре политика. Все они проходят по расследованию дела о деятельности преступной организации коррупции и отмыванию денег. Следователи пока не называют, какая из стран Персидского залива покупала влияние в Европарламенте. Однако местные СМИ сообщают, что речь может идти о Катаре. В ходе 16 обысков в Брюсселе конфискованы компьютеры, мобильные телефоны и 600 тысяч евро наличными. Среди задержанных бывший депутат от Италии, глава Международной конфедерации профсоюзов, директор НПО и помощник одного из депутатов. Расследование в Бельгии идет уже несколько месяцев. В самом же Европарламенте пока не комментируют судебные разбирательства. Редактор субтитров А.Семкин